Национальный доход должен быть распределён справедливо. Международные эксперты подтвердили, что только 162 человека владеют половиной богатства Казахстана. Президент заявил, что неравенство представляет собой угрозу безопасности. Теперь задача состоит в том, чтобы ликвидировать искусственную монополию в экономике. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение неравенства опасно. Ситуацию надо срочно менять, и это во многом зависит от вас, уважаемые предприниматели. Касым Жумар-Тукаев призвал бизнесменов к совместной работе по формированию новой экономической политики. Не допускается такой беспредел, как изъятие, перераспределение имущества предпринимателей. Только они обязаны брать на себя социальную ответственность, поддерживать налоговую прозрачность и вести честную конкуренцию. Сакен Каженов, который учится в Италии по программе «Булашак», говорит, что власти должны прислушиваться к народу, чтобы поставить экономику страны на ноги. Также глава государства на встрече с представителями бизнеса поднял вопрос о монополизации экономики. Конечно, этот вопрос стоит остро и мешает развитию в целом экономики нашего государства. Почему? Потому как монополист, он в целом, ощущая свою уникальность на рынке и понимая, что нет конкуренции, не развивается. А так как мы все знаем, что конкуренция – это залог развития. По словам Сакена Каженова, реформа не должна проводиться только сверху вниз. Граждане должны вносить предложения по устранению монополия в разных сферах. Продолжение следует...